Александр Суворов Александр Суворов Александр Васильевич родился в 1729 году. Эта настенная доска в форме щита была заказана графом Дмитрием Ивановичем Хвостовым, мужем племянницы Суворов, в доме которого он умер. Узнав о выгравированной на щите дате, вдова генералиссимуса, которая жила в Москве, тут же написала Хвостову, указав на ошибку. Ее муж говорил и писал, что он родился в 1730 году. Однако цифра, выгравированная некогда в бронзе, продолжает оказывать влияние на историков, единства между которыми нет до сих пор. Но не только дата рождения, сама личность Суворова, все, что выходит за рамки описания его битв, дошло до нас зачастую смутно, неоднозначно, противоречиво. Суворов, кстати, это предвидел. Сам он считал, что его личность полностью и без остатка раскрылась в его победах, что в них оригинальный человек и оригинальный воин были не разделены. Отчасти это так. Суворов действительно относится к тем редчайшим полководцам, которые не проиграли ни одного сражения. Однако не все битвы, которыми была так плотно заполнена его жизнь, были даны на поле брани. Суворов, в том числе и без остатки. И где родился Суворов, биографы определенно сказать не могут. Считается, что произошло это либо в Москве в самом начале Арбата, в доме, полученном впреданной его матерью, либо в подмосковной усадьбе на Яузе. Место это сегодня тоже в черте города и густо застроено. Таким образом, оба дома, в которых прошло детство Суворова, больше не существуют. Сохранилась вот эта церковь Феодора Студита на Большой Никитской. Дом отца Суворова был по соседству, и Александр Васильевич приходил сюда на службы, пел в хоре, и мать его была похоронена в ограде храма, на погосте которой не сохранился. Версия о том, что род Суворовых происходил от некого шведа по имени Сувор в 16 веке, переселившегося в Россию, документального подтверждения не имеет. Есть историки, которые, напротив, доказывают, что все предки генералиссимуса русские по крови. Однако сам полководец верил в свое иноземное происхождение, писал об этом во всех служебных биографиях. Шведский король Карл Великий занимал почетное место среди героев маленького Александра. Текла ли в жилах русского полководца армянская кровь? Ведь мать Александра Васильевича звали Авдотья Федосеевна Манукова, а точнее, как считают многие, Манукян. И здесь историки продолжают спорить. Дедушка по материнской линии Суворова был диком и даже судьей по местному приказу в 1690-х годах. Звали его Федосей Семенович Мануков. В Москве действительно же был целый армянский переулок. Армяне служили и на государственной службе, в частности, в приказном делопроизводстве. Так что можно предположить, что Федосей Семенович, по крайней мере, происходил из армянской слободы. Так что трудно сказать, слышал ли мальчик среди колыбельных песен щемящие армянские мелодии. Однако с младенчества характер он проявлял отнюдь не меланхолически. Генералиссимус, граф Рынникский, князь италийский Александр Васильевич Суворов явился на свет слабым и безжизненным. Повивальная бабка прибегла к испытанному средству. Нашлепала младенца. Тотчас все решили, что имя ребенка должно начинаться с буквы «А». К удивлению отца Суворова Василия Ивановича, младенец, родившийся полуживым и недвижным, непрестанно шевелился, двигал руками и ногами, вертел головой. Настоящий перпетуй-мобиль. Поэтому домашние часто звали мальчика перпетуй. 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 Это не на «А». А крестить мальчика было решено Александром, что значит «мужественный помощник». Живость Александра была столь велика, что он совершенно не терпел пеленания. Перпетуй я не пеленать. Так легендарный полководец в первые же дни жизни завоевал себе свободу. Василий Иванович Суворов был крестником самого Петра Первого. Он мог даже считать себя воспитанником государя, поскольку в возрасте 14 лет после смерти отца он был взят Петром в денщики, что в его время было должностью скорее секретарской. Однако в годы Бероновщины карьера Василия Ивановича приостановилась. Он поселился с семьей в московском имении подальше от столицы и зажил жизнью помещика, бережливого, а по некоторым воспоминаниям даже скупого. Во всяком случае, мальчику не были наняты в нужном количестве учителя, и он рос, предоставленный сам себе. Приходит на ум случай, когда у Суворова-старшего сломался орден Александра Невского. И нужно было поправить медальончик. Так он перекопал весь город, там перерыл, нашел мастера, который сделает по дешевке. Это при всем при том, что он занимал солидный пост и, конечно, имел приличное жалование. Александр Васильевич, к сожалению, унаследовал вот эту отрицательную черту. «Выбери себя героя, подражай ему, догони его, обгони его, слава тебе», писал Суворов. Своих героев мальчик искал среди великих полководцев. Самоучка Александр рано познакомился с деяниями Александра Македонского, Юлия Цезаря, Ганнибала, но не хуже знал и своих недавних предшественников, Карла XII, Монте-Кукули и принца Евгения Савойского. К двенадцати годам мальчик, чья комната была полна книг о сражениях и осадах крепостей, имел уже недюжинное знание в военных науках, особенно по инженерному делу и фортификации. Мечта о военной славе полностью завладела сознанием юного Суворова. Если он не был в окружении исторических трудов, то, значит, мчался верхом по окрестным лугам, весь во власти, одолевающих его грез. «Чудак», говорили о нем не только сверстники, с которыми Александр отказывался общаться, но и его собственный отец. Вообще-то Суворов был не легендарно слабым и больным ребенком, а реально слабым и больным. Всю жизнь у Александра Васильевича было очень слабое здоровье. И, конечно, отец и матушка в общем не желали ребенку военной карьеры. Коронация в январе 1742 года дочери Петра и Елизаветы изменила все в жизни отца и сына Суворовых. Карьера 35-летнего Василия Ивановича возобновилась и быстро пошла в гору. Елизавета Петровна ценила воспитанников отца. 12-летний Александр наконец был записан мушкетером в лейб-гвардии Семеновский полк, квартировавший рядом с их подмосковным домом. Записан солдаты без жалования со следующим предписанием. Для обучения указанных наук со взятием обязательств от отцов отпустить в домы на два года. В связи с тем, что при рождении записывали в гвардию, некоторые уже в 20-летнем возрасте имели генеральские чины. А Александр Васильевич в 17 лет только стал капралом. К этому времени мать Александра умерла во время рода второй дочери. А Василий Иванович, занятый по службе, находил все меньше времени для сына. Наконец, морозным декабрьским утром 1747 года в Петербург на действительную службу выехал невысокий и щуплый 17-летний юноша. Никто тогда об этом, разумеется, не догадывался, но в русской армии и вообще в истории России начиналась новая страница. В середине 18 века солдаты из дворян составляли в Семеновском полку до половины всего состава. Однако это не означало, что они служили бок о бок с рядовыми из крепостных. Дети дворян могли селиться на квартирах, иметь при себе слуг и даже нанять в наряд вместо себя кого-то из солдат своей роты. Им было разрешено посещение театров, балов и маскарадов, что и занимало большую часть их досуга. Из всего этого перечных послаблений Александр Суворов позволил себе только одно – поселиться на квартире у дяди, младшего брата отца, служившего в том же полку. Я думаю, пригодилось. Почему он так легко находил общий язык с солдатами? Да что он сам эту лямку солдатскую тянул несколько лет. Из письма к отцу Александра Суворова, его ротного командира. Сын ваш не только не хочет отличаться от простых солдат, но напрашивается на самые трудные обязанности службы. Никогда, подобно другим дворянам, не нанимал он за себя других солдат или унтер-офицеров на службу, а напротив, охотно ходит в караул за других. Никогда не позволяет он солдатам, которые преданы ему душой, чистить свое оружие или амуницию, называя ружье своей женой. Не было исправнее солдата, зато и не было взыскательнее унтер-офицера, как ваш сын. Вне службы он с солдатами, как брат, а по службе неумолим. Не только товарищи его, но и мы, начальники, почитали его чудаком. генерализмус, граф Рынбекский, князь италийский Александр Васильевич Суворов начинал службу свою капралом лейб-гвардии Семеновского полка, поэтому все тяготы и лишения я знал не понаслышке. Как-то раз стоял он в карауле у монплезира. Когда мимо случилось проходить все милостивейшие государыни и императрицы Елизавете Петровне. А вы, колубчик, напоминаете мне чем-то Василия Ивановича, генерала Суворова. Так точно, матушка, сын его. Ах, вот оно что. О, это блестящий колобой. Возьми-ка, солдатик. Отставить. Устав гарнизонной и караульной службы не позволяет часовому брать мзду. Никогда. А ты не бери, я сама тебе положу. Мне-то можно? Никак нет, матушка. Часовой есть лицо неприкосновенное. Видно быть тебе генералу. Пусть там полежит. Сменишься, возьмешь. Тот Елизаветинский румай, легендарный полководец, хоронил всю свою жизнь. Свой первый офицерский чин Александр Васильевич получил только в 24 года в НГ Монландском полку. Среди других подписей о его производстве стоял и рощерк генерал-майора Василия Суворова. Помогал отец сколько мог. Помогал бы и больше, только сын никаких поблажек по службе не принимал. Вступив в романтический возраст, Александр Суворов пробует себя на совсем ином поприще. Он начинает писать стихи и сходится с литераторами. Его первый стихотворный опыт называется «Разговор Герострата с Александром великим в царстве теней». Творения Суворова, прочитанные им в обществе любителей российской словесности, слушателям понравились. Автор руль стиле, сравнивая его с поэтом Сумароковым, которому тот явно подражал. И сам Сумароков сочинения эти одобрил и даже напечатал в сборнике Академии наук. Суворова это так воодушевило, что он решает стать сочинителем. К счастью, для России и для русской литературы этого не случилось. Хотя в духе своего времени Суворов писал, наверное, не хуже многих стихотворцев. Вот, например, послушайте. Царица с севером владея предписывает всем закон. В деснице жезл судьбы имея вращает сферу без препон. Она светилы возжигает, она и меркнуть им велит, через гром и гнев свой возвещает, через тихость благо всем явит. Героев росских мощной длани ее веления лишь творят. Речет вселенная заплатит дани, глагол ее могуществен и свят и так далее. В общем, всем нам повезло. Литературным занятием Суворова и всем его светским развлечениям положила конец война. Только это его не огорчило. Александр Васильевич готовил себя для великих бранных дел и в первой же кампании он как будто выстрелил собой. Семилетняя война это одна из самых безобразных историй 18 века. Есть две версии начала Семилетней войны. Одна которая во всем обвиняет Фридриха Великого, который в начале Семилетней войны еще не был великим, был просто Фридрихом Вторым, и который жаждал расширить прусские владения путем завоевания Силезии. Нужно заставить себе служить ад и небо. Так откровенно говорил Фридрих Второй. Если уж нужно произойти надувательству, то шельмами должны быть мы. Что касается имени столь страшного агрессор, то это пустое пугало, которое может воздействовать лишь на робких духом. Истинный агрессор это тот, кто вынуждает другого вооружаться и начинать предварительную войну, чтобы тем избегнуть боли опасной. Ибо из двух зол следует выбирать меньшие. Русской армии прусский король мнение был невысокого. Московитяне суть дикие орды. Они никак не могут сопротивляться благоустроенным войскам. Пытаясь противостоять опасным планам молодого Фридриха Второго, Елизавета заключила антипрусский союз с Австрией, которому вскоре присоединились Франция, Швеция и Саксония. Впрочем, прусский король не стал ждать усиления союза и напал первым, подтвердив тем самым опасения европейских монархов. В августе 1756 года Фридрих с 60-тысячным войском вторгся в Саксонию и занял Дрезден. Так началась семилетняя война. Премьер-майор Александр Суворов мечтал о боевом поприще, о стремительных переходах, ночных вылазках, о яростных битвах лицом к лицу с врагом. И вот его мечта, казалось, начала сбываться. В 1758 году ему поручают припроводить 17 вновь сформированных батальонов в Пруссию. Он, наконец, в действующей армии. Однако, сдав батальоны, Суворов получает назначение комендантом Мемеля, нынешней Клайпиды. Вместо боевого подразделения под его началом оказываются продовольственные магазины, склады с разного рода военными запасами и госпитали. Несомненно, что для истинно военного человека с подготовкой и чистолюбием Суворова видеть войну, проходящую перед его глазами и не принимать в ней участие было тяжким испытанием. Лишь на следующий год Александр Васильевич уже подполковник. Его отцу удается вырвать сына из паутины интендантской службы и перевести под команду одного из своих старых друзей. Он получил назначение дежурным первую дивизию при Ферморе. Вообще Фермор он называл мне говорят два отца было. Один Суворов второй Фермор. Почему он его так называл? Потому что при Ферморе и при непосредственном участии Фермора в его судьбе Суворов состоялся как офицер. Шел пятый год семилетней войны. Прусское королевство несмотря на военную и финансовую поддержку Великобритании находилось на грани катастрофы. Мощная антипрусская коалиция заставила возмутителей европейского спокойствия перейти к обороне. Фридрих второй стремился переломить ситуацию в решающем сражении. Случай представился 12 августа 1759 года. Битва при Кунерсдорфе была первым настоящим большим делом в котором довелось участвовать Суворову. На этом месте мало что осталось разве что вот этот камень да и то уже без доски. В этой битве Суворов выступал скорее как свидетель как исполнитель чужих приказов. Время проявить свой полководческий талант для него еще не наступило. И тем не менее он несомненно извлек из этого первого батального опыта два урока о которых он будет помнить всю свою жизнь. Александр Васильевич стоит на самой высокой точке на Юдовберге как раз дежурным офицером при ферморе. И если сам фермор не может никуда сдвинуться с места то Суворов как дежурный офицер может скакать во все горячие точки передавать приказы фермора и в случае если к его счастью убит командир сам возглавлять военные действия. то есть наконец Суворову везет. Русские и австрийские войска под командованием генерал-аншефа графа Салтыкова были расположены под прямым углом Кодрова. Пруссаки стояли широким фронтом вдоль реки. Таким образом союзная армия была зажата с запада широкой рекой а с востока войсками противника. Салтыков со своей армией хуже обученной чем прусская маневрировать быстро не мог. Поэтому единственное что он мог сделать это подставиться Фридриху так чтобы Фридрих бросился на красную тряпку. Он вообще в корпус Голицына на Мюльберге выделил ландмилицию но ополчился. Беленькие мундирчики которых были в общем очень хорошо заметны на поле были. Фридрих который в общем прекрасно знал ситуацию в русской армии естественно купился на это. Он атаковал самое слабое крыло как и можно было предполагать. Фридрих руководил ходом боя вот с этой высоты. Отсюда он прекрасно видел что русские похоже оказались в безвыходном положении. Они были прижаты к реке вон там но единственный мост они разрушили сами. Отход же в сторону Франкфурта вот он виднеется на горизонте тоже казалось был невозможен. это значило подвергнуть армию губительному удару с фланга. В нетерпелевом ожидании что вот-вот явится трубач с парламентером для переговоров о сдаче Фридрих поспешил направить герцогу Брауншвейкскому курьера с известием о полном разгроме русской армии. Но к этому моменту основные силы русских в бой еще и не вступали. Развернувшиеся в наступление войска Фридриха налетели на корпус Румянцева стоящую угроз Шпицберга который и не думал отступать и были накрыты огнем с обеих высот. И только тогда началось настоящее побоище. Русские стойкие во вороне перемололи русскую армию а затем кавалерия добила бегущих. Сражение было выиграно с блеском. Объехав в поле битвы Салтыков вернулся в свой шатер на вершине Шпицберга вон там. Все наперебой поздравляли его с блестящей победой. Ну да победа отмахивался Салтыков вы лучше скажите что дальше делать. Я бы тотчас пошел на Берлин и войне конец воскликнул Суворов. На Берлин на Берлин передразнил его Салтыков а тебя молодой человек не спрашивают. Такие вопросы государы не решают. В то время как происходил этот разговор в ставке Салтыкова в Берлин уже мчался новый курьер с письмами от короля. Уезжайте из Берлина со всем семейством писал Фридрих жене. Архивы следует перевести в Потсдам. Возможно столица будет занята врагом. А своему брату он писал еще более откровенно. Из 48 тысячной армии я в настоящее время не имею и трех тысяч. Все бегут а я теряю мужество. Случилось ужасное несчастье. Я не вижу выхода из создавшейся ситуации и положа руку на сердце считаю все потерянным. Прощай навеки. К счастью для Фридриха он имел дело не с Суворовым а с Салтыковым. Вопреки невысокому мнению Фридриха о русской армии военные действия приносили успех в Петербург. Восточная Пруссия была полностью захвачена и присоединена к России. Губернатором ее был назначен Василий Иванович Суворов. Он правил умно, дипломатично, успешно заботясь об увеличении доходов казны, но и не притесняя новых подданных. Сам жил скромно. Свойство Василия Ивановича Суворова состояло в том, что он не заразился вот этим безудержным казнократством, распространенном среди русской аристократии, потому что и аристократы при Петре, и выдвиженцы при Петре считали просто своим долгом пользоваться государственной казной, как свои собственные. Возможно, это передалось и сыну, потому что очень часто ему выдавали деньги, просто без всяких документов, ему просто выдавались деньги для раздачи в награды. И не было случая, чтобы Александр Васильевич Суворов упрекнули в том, что он часть этих денег взял себе. Прусский король к тому времени избрал новую тактику избегать больших сражений, но непрестанно тревожить русских нападением на небольшие отряды и уничтожением их складов в Польше. В ответ был создан летучий конный корпус генерал-поручика Берга, который попросил свое подчинение подполковника Суворова. Их в армии и Суворова, и Берга называли, что они ведут неправильную войну. То есть у всех была правильная война, а у Берга Суворов была неправильная война. То есть они все время побеждали и все время говорили, что им везет. И уже потом, когда Суворов один воевал, и тоже он был любителем партизанской войны, и все время тоже говорили, что он баловень судьбы, что ему везет, что это слепое счастье. Новый главнокомандующий, граф Александр Борисович Бутурлин, представил Александра Васильевича к награде, донося императрице, что Суворов себя, между прочими, гораздо отличил. А отцу его, Василию Ивановичу, написал любезное письмо, свидетельствуя, что его храбрый сын у всех командиров особливую приобрел любовь и похвалу. Опыт партизанской войны очень пригодится Суворову в следующей польской кампании. Суворову довелось все же побывать в Берлине. Когда кампания, казалось, уже была завершена и русские войска разместились на зимних квартирах в Польше, легкий отряд Чернышова совершил смелый партизанский набег на прусскую столицу. Гарнизон Берлина состоял всего из трех батальонов. Небольшие прусские отряды, которые поспешили им на помощь, были быстро разогнаны. И прежде чем подоспел сам Фридрих, его город оказался в руках русских. На Берлин была наложена контрибуция, окрестности, в особенности загородные дворцы, были разграблены. Предприятие было задумано дерзко, выполнено отлично, и только грабежи сослужили плохую службу репутации русских войск. Суворов никогда не участвовал в грабежах. Он всегда говорил, что мне ничего не нужно. Когда ему предлагали и коней, и бриллианты, он говорит, я имею бриллианты, как он выражался, из самых высочайших ручек на свете. Из Берлина Суворов вывез такой, если можно так сказать, трофей. Во время набега казаки подобрали немецкого мальчика, который потерялся. Александр Васильевич взял его к себе, заплатился о нем в продолжении всего похода, и по прибытии на квартиры послал вдове, матери этого мальчика, письмо вот такого содержания. Любезнейшая маменька, ваш маленький сынок у меня в безопасности. Если вы захотите оставить его у меня, то он ни в чем не будет терпеть недостатка, и я буду заботиться о нем, как о собственном сыне. Если же вы захотите взять его к себе, то можете получить его здесь, или напишите мне, куда его выслать. Мать, разумеется, захотела получить ребенка обратно. Семилетней войне положило конец неожиданное, совсем не военное событие. 25 декабря 1761 года скончалась императрица Елизавета Петровна. На русский престол зашел Петр Третий, фанатичный поклонник прусского короля. Фридрих, которому борьба с превосходящими силами союзников с каждым годом давалась все труднее, был спасен. Петр Третий заключил с ним сначала перемирие, а потом и союз. Против нового царя образовался военный заговор, активным участником которого был Василий Иванович Суворов. Ему было поручено обезоружить галштинцев, личную охрану Петра Третьего. Со своей задачей отец будущего полководца отлично справился. Один из руководителей тайной канцелярии, генерал-губернатор и сенатор Василий Суворов в день переворота получает еще одно крайне почетное назначение премьер-майором лейб-гвардии Преображенского полка, полковником которого была сама императрица. Суворов очень непредан и в крайней степени неподкупен, писала о нем новая государиня Екатерина Вторая. По прибытии в Петербург императрице был представлен и подполковник Александр Суворов. Сыном человека, доказавшим свою преданность в деле чрезвычайно опасным, Екатерина была весьма любезна. Она не только лично поздравила Александра Васильевича со значением полковником Астраханского полка, но и подарила ему свой портрет. Они были ровесниками. Императрица была умной собеседницей и очаровательной молодой женщиной. Ее чары не перестанут действовать на Суворова до самой кончины государыни, которая была для него не только помазанницей Божьей, но и постоянным предметом поклонения. На подаренном ему портрете Александр Васильевич сделает такую надпись. Это первое свидание положило мне путь к славе, что чистая правда. Не будь Екатерины, которая всегда оценила и защищала своего лучшего генерала, Суворов не был бы Суворовым. Однако для славы военачальнику нужна война. Русская государыня отказалась от союза с Фридрихом, но и продолжать военные действия не захотела. А без России бороться с прусским королем союзники не могли. Екатерина предложила мириться. От лишений и ограничений военных лет устали все, и мир был благополучно заключен. Новой войны, а следовательно и новой славы, Суворову предстояло ждать долгих восемь лет. Трагедия Суворова, вообще трагедия всей его жизни, в том, что ему постоянно не удавалось командовать. Вот для нас сейчас это странно. Как же так? Ну, сражений, все победоносные, генералиссимус, наверное, самый знаменитый полководец из полководцев России, постоянно страдал от того, что ему не удается командовать на театре военных действий. Какое же впечатление эта война произвела на Суворова? Он был не больше как штаб-офицер. Образ действий союзных начальствующих лиц имел для Суворова значение отрицательное. То есть, это было для него школой на выворот, наставлением, как не следует поступать ни в каком случае. Медлительность, нерешительность, страх перед противником, все это, конечно, послужило ему живым уроком. А во главе всех военных сил и средств Пруссии стоял король, одаренный замечательным военным гением, смелый, решительный. Будучи государем, он не боялся ответственности. Он был единой душой, единой волей своей армии. Таким образом, и Фридрих, и союзники с редким единством содействовали Суворову в выработке тех взглядов и качеств, которые с того времени являются как бы характеристикой его имени. Петрушевский. В этом, возможно, заключается и основной парадокс, связанный с именем Суворова. В России после Петра I царей-полководцев не было. Люди схожих взглядов и представлений о военном деле. Фридрих Великий с некоторыми оговорками Костюшко и позднее Наполеон и его генералы были врагами России. А те, кто вместе с Суворовым служили одному отечеству, за исключением, разумеется, его учеников, зачастую были антиподами полководца. Но так распорядилась судьба. Судьба, которая по преданию приоткрылась одному прославленному старому генералу, когда Суворов был еще мальчиком. Генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский Александр Васильевич Суворов был наречен в честь Александра Невского. Матушка Суворова очень опасалась, что, будучи названным в честь великого полководца, первая рота према, остальные напря. Мальчик изберет для жизни опасную военную стезю. Как-то раз к отцу Суворова Василию Ивановичу, тройка, семерка, мат, приехал его старый знакомый, генерал Ганнибал, араб, крестник Петра Великого, прадед Пушкина. Пойди-ка, братец, посмотри, что у него за игры. Родители надеялись, что Ибрагиму Петровичу удастся отговорить маленького Сашу от военных занятий. Блин! Тут-то и понял генерал, что столь страстная любовь к военным наукам прославит устремленного юношу. Оставь Василий Иванович Александра с его играми. Петр Великий благословил бы его. Угу. Сын твой пойдет дальше нас с тобой. Так окончательно определился жизненный путь легендарного полководца. А м Субтитры создавал DimaTorzok